Пока Демир и Джемаль дерутся, Ойкю кричит, папа. Демир, который не может купить лекарства для Ойкю, потому что у него нет денег, ворует. Демир, который видит Ойкю в машине Джемаля с Зейнеб, сходит с ума. Демир, вытащивший свою дочь из машины, во время драки с Джемалем говорит отец. Зейнеб приходит в дом Демира и говорит, что Джемаль заберет у него Ойкю. Угур говорит Джемалю, что отец Ойкю, Демир, а он его дядя. Ойкю покидает Демира и Угура, пока они дерутся в парке. Он приходит к Джемалю в парк. Когда Джемаль говорит Ойку, я твой отец, Ойку теряет сознание. Демир задается вопросом, что делать. Хоть это и называется рассказом, история не сама по себе. Тем временем он понимает, что Демира Ойкю с ними нет, и начинает его искать. Услышав голос Демира, Джемаль уходит из Ойкю. Пока Демир и Угур везут Ойкю в больницу, по дороге они звонят доктору Ихсану. Он сообщает о состоянии истории. Ихсан просит их отвезти Ойку домой. Когда они приходят домой, Джандан видит ситуацию Ойкю и спрашивает, что случилось. Угур рассказывает, что произошло в парке. Тем временем доктор Ихсан возвращается домой. Рассматривает рассказ, после того, как Демир Ойкю выздоравливает и называет его «дядя Демир», он опустошен. Пока Джандан кормит Ойкю, она идет в ванную. Он моет лицо водой, а затем пытается утешить себя, говоря «это пройдет, это тоже пройдет». Джемаль спрашивает Зенеб, почему он не сказал Асу, что он отец Ойкю. Когда Зенеб говорит, что не знает почему, Джемаль спрашивает, почему она отдала Ойкю Демиру. И Зенеб говорит, что она очень напугана. А затем Джемаль шокирован, когда говорит, что Ойку очень больна. Он спрашивает Зенеб, что случилось. Зенеб подробно рассказывает о болезни Ойкю. Джамал очень зол. Он говорит, Зенеб приготовится, когда Зенеб спрашивает, почему она просит его пойти с ней. Зенеб пойдет с ним и поможет Ойкю привыкнуть к Джемалю. Джемаль приходит в гостиницу, где остановилась Зенеб. Он говорит, что хочет поговорить с Зенеб. Доктор Ихсан рассказывает Демиру и остальным о последней ситуации с Ойку. Однако Ихсан хочет, чтобы Ойкю проверили в больнице. Однако после последних событий Мурат отказался от поддержки Ойкю. Настоящий отец Ойкю, Джемаль, болезнь Ойкю прогрессирует настолько сильно, что она теряет память из-за сильного приступа. Демир вместе с Угуром составляет план, чтобы Ойкю вспомнила его и прошлое. Ойкю теряет сознание в школе и попадает в больницу. Он прибегает к безжалостному способу отомстить Мурату Джандану, владельцу больницы. Джемаль потрясен, когда получает результаты теста на отцовство. Ойкю, покинувшая школу, никому не сообщив, идет в дом, где, по ее мнению, они до сих пор живут с ее тетей. Он стучит в дверь, но дверь никто не открывает. Демир очень рад наконец найти Ойкю и находит ее сидящей на лестнице в ожидании своей тети. Это называется история. Когда он подходит к ней, его беспокоит взгляд Ойкю. Поднимаясь к нему по лестнице, Ойкю все еще не узнала его. Он спросил Ойку, что ты здесь делаешь, девочка, она пытается положить руку ему на плечо. Но в этот момент он сталкивается с неожиданной реакцией Ойкю. История спрашивает Демира, кто ты? Полностью ошеломленный, Демир делает еще один ход, говоря, моя дочь. Но Ойкю внезапно встает и говорит, не трогай меня. Я жду здесь свою тетю. Кроме того, мне нельзя разговаривать с незнакомцами. От этих слов из глаз Демира текут слезы. Демир, которому удалось привести Ойкю в дом, в котором они жили, опустошен. Сказка спит. Демир решает сделать все, что в его силах, чтобы дочь помнила его. Но после того, как Ойкю просыпается, она спрашивает, где ее тетя. Демир кричит, это твой дом, и подходит к Ойкю, это твоя кровать, это твоя комната. Это дом, это твоя комната. Помните, говорит он, теперь история становится неконтролируемой. И он отвечает тем же и хватает Демира. Говоря, грязный лжец, это не мой дом, понимаешь. Демир, с болью от ситуации Ойкю и того, через что она проходит, говорит Джандан о том, что он сказал ей правду. Они должны госпитализировать Ойкю для ее осмотра. В больнице врач говорит их сану Демиру, история не помнит ни вас, ни вашу жизнь после вас. Демир потрясен услышанным. Когда Демир хочет вытащить дочь из больницы, он получает неожиданный ответ. Хозяин больницы идет в палату Мурата и говорит, как вы можете держать мою дочь в заложниках. Он подходит и разбрасывает свой стол. Узнав, что Ойкю не выпишут, Джандан тоже входит в комнату Мурата вслед за Демиром. Вы понимаете, что делаете? Ты пытаешься отомстить мне, он реагирует. Тем временем Угур показывает Демиру способ заставить Ойкю вспомнить его. Он начинает исследовать точность того, что Джамаль Асу написал в своем дневнике. Есть только один способ узнать, действительно ли Ойкю его дочь. Джамаль идет в школу Ойкю, чтобы понять это. Она находит пальто Ойку на вешалке в своем классе и берет одну из прядей волос Ойку. Когда Джамаль получает результаты теста на отцовство, он потрясен. Согласно тесту, настоящим отцом Ойкю является он сам. Он забывает Ойку Демира. История страдает от потери памяти. Она не помнит Демира и ту жизнь, которую провела с ним. Также говорят, что Ойкю нельзя выписать. Железо сходит с ума. Когда она не может видеть свою тетю, Ойку очень боится. Демир разрывает себя на части, чтобы Ойкю вспомнила о немецком. Джамаль читает дневник Асу. Отец Ойкю потрясен, прочитав то, что он написал о том, кто его настоящий отец. Асу написал, что он настоящий отец Ойку. Джамальу нелегко переваривать факты. Он думает, что делать. Остается только одно, объясни ситуацию Демиру. Для этого он отправляется в дом Демира. Когда Демир видит перед собой Джамаля, он приходит в ярость и хватает его за воротник. Джандан с завистью наблюдает за отношениями Ойкю и Демира. Демир откровенно излагает свои мысли по этому поводу. Джандан сказал Демиру, история очень удачная. У него есть отец, который готовит с ним, ходит в школу и слушает его. Между тем, Ойку очень счастлив. Она делится своим счастьем со своим лучшим школьным другом Мирджаном. Он говорит Мирджану, что очень счастлив, потому что его отец вернулся, а Джандан говорит своей сестре, что он начал жить с ними. Он говорит отцу, который приехал забрать его после школы, что очень боялся, потому что они больше не смогут собраться вместе. Железо удивило. Он упрекает Ойку, говоря, что это за разговор. В рассказы, Джамаль собирался сделать тебе очень плохо, он причинил тебе боль, отец, и в слезах обнимает его. Настоящие проблемы с железом только начались. Ему нужны деньги, а найти их не так-то просто. Кроме того, Демир был ошеломлен словами Джандана о том, что он должен напомнить ему о фактах болезни Ойку и о том, что он должен работать. Он говорит Угуру, что ему нужны деньги, и просит у него суду. Но Угур ничем не отличается от него. В нем нет денег. Демир, наконец, начинает работать в клинике Джандан. В анамнезе переживает один из симптомов, связанных с болезнью в классе. Он поднимает палец, чтобы ответить на вопрос учителя. Его учитель получает ответ на вопрос от кого-то другого, но Ойку не отвечает, подняв палец вверх. Его учитель зовет Ойку, но он ее не слышит.